Приветствую всех на канале NECU. Сегодня у нас 10-й урок по созданию энциклопедии Do You Know. И сегодня мы доделаем то, что не доделали на прошлых уроках. Так, ну помните, я вам на прошлом уроке говорил, что если мы выбираем в какой-нибудь категории, переходим на другую категорию, например, звезды, у нас опять же то же самое отмечено. Так не должно быть, но это потому, что мы еще не доделали. И еще, если мы выходим с приложения и возвращаемся, то то, что мы отметили, здесь не появляется. Хотя оно в памяти сохранено в виде стринга для каждой категории, где стоят нули, и отмеченные позиции единичками отмечаем. Хорошо. Итак, нам это нужно будет доделать. И нужно будет сделать, чтобы при нажатии на избранное у нас открывался список только с избранным. Хорошо. Ну, во-первых, давайте удалим вот этот private boolean favorite. Потому что здесь вот в листы там, идем в листы там, он нам не нужен. Я его сделал, потому что хотел по другой системе все это делать, но в итоге мы его не использовали, так что удалим. Но зато нам здесь понадобится еще одна переменная private int position. Она нам нужна будет для того, чтобы мы после могли удалить из наших избранных. К примеру, здесь если я выбираю... Хорошо, все нормально. Теперь еще раз нажал. Все, удалилось. Как я уже показывал вам, мы перезаписываем. Так, давайте я возьму. Видите, мы перезаписываем. К примеру, сейчас 0, нулевой и первый элемент это однерки. Жму еще раз. Так, видите, 0. Так, ну, пока что неправильно работает, потому что я, опять же, выбрал звезды. Выбираю планеты. Вот, видите, 1, 0, 1, 0. Все работает. Итак, ну что делать, если мы находимся в списке, потому что он находится на своей позиции, поэтому в эту позицию стринга также идет 0, 1, 2, 3, 4, 5. Правильно? Мы просто изменяем 0, 1, 0, 1. Но если мы находимся в избранном, то где мы что будем изменять? Там уже нет этого сохраненного стринга. Правильно? Потому что там у них свои позиции. Как мы это будем делать? Для этого нам и нужно сохранить позицию, тогда мы будем знать, из какой категории этот элемент и на какой позиции он в своей категории находится. И тогда мы возьмем из памяти вот этот вот стринг определенной категории и на этой позиции изменим 0 на 1, либо 1 на 0. Но в данном случае это для удаления, значит, у нас, если будет 1, мы хотим удалить его из избранного, мы поставим 0. Но это вы все поймете. Так, может быть, сложно сначала понять. Хорошо, ну все, у нас есть позиция, нужно добавить getter и setter. Alt-Insert, выбираем getter и setter. И здесь выбрана позиция. Все, у нас есть getter и setter. Get position, set position. Теперь идем в наш адаптер, data adapter. И здесь нам нужно сделать следующее. Здесь нам нужно сделать, когда загружаются наши элементы в адаптере, когда рисуются вот эти элементы. Например, мы открыли приложение, и первым у нас загружается массив с планетами. Когда рисуются вот эти элементы, наши итемы, нам нужно узнать, взять этот стринг для каждой категории. Ну, например, сейчас планеты. Значит, берем стринг из планет. Вот этот вот стринг, который мы создаем. И посмотреть, где отмечены единички. И на этих позициях, где отмечены единички, нужно выбрать вот эти вот звездочки, что они выбраны. А там, где не отмечено, то ничего будет не отмечено. Вот так вот будет серая звездочка. Хорошо. Каким образом это можно сделать? Для этого мы создадим отдельную функцию. Создадим ее на уровне, наверное, класса DataHolder. Вот здесь. Это вот здесь она находится. Вот у нас DataHolder. Видите? Здесь закрывается. Значит, перед тем, как скрывается DataHolder, создадим функцию PrivateVoid. Get, no, setFavorite, setFavorite, например. Все. Итак, и здесь нам нужно будет взять ShedPreference. Это класс, с помощью которого мы сохраняем, либо получаем данные из памяти, примитивные данные, ShedPreference. Есть и другие способы сохранения, как база данных и так далее. Но в данном случае мы используем ShedPreferences. Так, и вот здесь вот, когда мы создаем наш адаптер, инициализируем наш ShedPreference, чтобы мы могли получать доступ к памяти. Инициализируется таким способом. GetShedPreferences. Но у нас здесь не Activity, поэтому если напишем GetShedPreference, ничего не появится. Видите? Пишу, и ничего не появляется. Подсказка не выходит. Почему? Потому что это не Activity. Поэтому берем контекст с Activity, который мы передаем, вот этот. Точка GetShedPreferences. Первое – это название нашего стола. Смотрим в MyActivity, где мы здесь получали. Так, так, так. Где-то у нас было. Кажется, вынет. Вот, видите? Вот, видите, мы называем этот стол Cut. Так и назовем его. Категория. Cut. И запятая ModPrivate. То есть, только наше приложение сможет пользоваться этим столом. То есть, этой памятью. Все. И давайте в MyActivity посмотрим. У нас в ошибку выдает, потому что здесь мы загружали, видите, SetFavorite, а теперь у нас его нет. Теперь мы выбираем позицию. Как мы выбираем позицию? SetPosition. Когда создаем элемент. А позиция-то у нас будет вот этот и. И. Готово. Все. Здесь вроде все. Возвращаемся в наш DataAdapter. И смотрим. У нас есть ShedPreference. Теперь давайте в этой функции, которую мы создали, SetFile, получим наш ShedPreference. И с него достанем наш файл. Вернее, не файл, а наш стринг. Пишем string. FavData. К примеру. Назовем так. Равно. pref. GetString. И здесь ключ у нас будет. Категория. А категория откуда мы возьмем? Категорию мы возьмем из item. Потому что вот эта функция будет запускаться для каждого item, когда он рисуется. Вот этот, вот этот, вот этот. И каждый раз будет запускаться. И у каждого item мы будем проверять, нужно ли его отметить, либо нет. Значит, нам сюда нужно передать listItem. ListItem. И назовем его item. Откуда мы его возьмем? Мы будем это все запускать. Функции, так, так, так. Вот здесь. SetData. Поэтому пишем setFile. И это же у нас listData. И вот здесь мы передаем listItem. То есть вот этого item. И в нем мы записываем категорию. Правильно? Вот в MineActivity. Когда создаем объект. Вот здесь, когда создаем, видите, мы записываем позицию и категорию. То есть если это категория планеты, значит планеты. Так, и все. Сюда, значит, передаем наш item. Вот этот item. Когда выбираемся data. Все, он приходит сюда. И поэтому мы выбираем. Берем из памяти в ячейке, где написано... Так, извиняюсь. Итем. GetCut. То есть указываем категорию и значение по умолчанию, как всегда мы делаем. То есть таким способом мы получаем из памяти наш стринг. Вот этот. Вот в таком формате, который записан для этой категории. То есть под ключевым словом категория, в зависимости от категории. У нас же есть планеты, звезды и так далее. Мы берем... У каждой категории есть свой файл. Вот мы получаем этот файл. Если в нем ничего не записано, то будет None. Все. Все, вот это нам не нужно. Все, вот у нас есть теперь этот стринг с нулями, с этими, с нулями. И там может быть единички, если там что-то отмечено. Теперь нам нужно выбрать и отметить в нашей кнопке ImageButtonFile в зависимости от того, выбраны здесь или нет. То есть если, к примеру, опять же я вам покажу на примере стринга. Если у нас есть вот такой стринг получается, то значит 0, 1. То есть первый элемент отмеченный, правильно? Значит нам нужно будет выбрать. И мы проверяем, что за позиция данного элемента с помощью GetPosition. GetPosition мы берем вот здесь. Поэтому сюда нужно будет передать. GetAdapterPosition. То есть у нас будет, когда рисуются эти элементы, идет нулевая, первая позиция, вторая. Поэтому мы передаем сюда позицию. Вот сюда будем ждать позицию. IntPosition. Поэтому вот мы ее передаем из адаптера и проверяем. Например, если это позиция первая, здесь выбрана единичка, значит отмечаем наш ImageButton как BigOn. То есть чтобы звездочка была вот эта, морковная. А если это 0, тогда звездочка будет off. Все. Для того, чтобы это сделать и проще было сделать, создадим char, как мы сделали на прошлом уроке, для того, чтобы разбить наш string, потому что string это целый объект, где там содержатся символы 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, к примеру. А мы хотим получить их по отдельности. Поэтому мы создадим char и разобьем это все, вот все наши символы, на отдельные элементы в массиве, чтобы можно было бы легко с ними сверяться. Это можно сделать разными способами, но я сделаю таким вот способом. Итак, пишем char. И здесь у нас будет charArray равно, и как на прошлом уроке, favData, то есть это наш string, toCharArray. Таким образом он распадается на части. И все. Вот здесь нам показывает, что нужно проверить, что вот этот string не равен null. Поэтому давайте проверим. If favData не равен null. Ну и все. С помощью позиции в этом массиве, вы же знаете, как в массивах я уже не раз показывал, как проверять позицию. Мы проверяем, что на этой позиции записано. Если это однерка, то показываем вот это. А если это 0, то вот это. Это можно сделать следующим способом. Пишем switch, например. Например, с помощью switch, либо с помощью if, как хотите. Я с помощью switch буду делать charArray квадратик position. То есть на этой позиции, что у меня находится за элемент. И проверяю case. Это у нас char, поэтому мы не пишем просто 1. 1 это int. А у нас это char. Char пишется таким способом. Я не знаю, как на русском-то вот эти вот называются палочки вверху. Это не кавычки даже. Единичные кавычки. Не знаю, как называются. Напишите в комментариях, если кто знает, потому что я не знаю, как его привести. Итак. И здесь пишем. То есть если 0, case 0, то делаем это. После break. И опять case. Вот эти кавычки. Простые кавычки. Они на испанском называются, если привести. Вот здесь я не знаю, как на русском. break. Все. То есть вот здесь, после двоеточия, мы показываем. То есть если это 0, то будет выбрано вот следующее. Вот так. А если это 1, то будет выбрано вот так. То есть наша кнопка покажет, что этот элемент отмечен как избранное. Все. И когда мы покажем это, нам нужно еще выбрать, опять же, вот это. Наш boolean. К примеру, если это 0, то boolean будет равен false. А если это 1, то boolean будет равен true. Равен true. В принципе, все. Теперь мы можем проверить, и все должно работать. Все сохранится даже после закрытия приложения. Все, видите, ну пока вы не можете проверить. Давайте сейчас я уберу все. Вот я отмечу первую и третью. Ну вернее, это не первая, это нулевая. 0, 1, 2. То есть нулевую позицию отметил и первую. Теперь, ну если я нажму избранное, ничего не произойдет. Закрываю. Если снова захожу в это приложение, смотрите, отмечена нулевая позиция и третья. Если теперь перехожу на следующую категорию, звезды, к примеру. В звездах здесь отмечены только 0, 1, 2 категория. Давайте я его уберу и эту тоже уберу, чтобы вы посмотрели. Теперь идут планеты. Видите, в планетах так и отмечено 0 и 1. То есть нулевая категория первая, а вторая. 0 и 2. Все, ну давайте еще одну отмечу. Если я иду в звезды, так как я там все убрал, все, видите, ничего нет. То есть все у нас теперь все запоминается. В планетах у меня отмечены вот эти, как избранные. А в звездах пока что ничего. Если добавлю в звездах, ну например, 0, 1, 2, второй элемент. Ну давайте вот первый лучше. Теперь иду в планеты. У меня в планетах вот что отмечено. Иду в звезды. У меня только первый элемент отмечен. Видите, все работает. Если я выхожу из приложения и захожу, опять же все работает. Это то, что у меня находится в планетах отмечено, а это в звездах. В звездах у меня только первый элемент отмечен. Можно убрать и опять добавить. То есть это уже сохраняется в памяти и выводится, и показывается то, что здесь выбрано. Все, надеюсь, это все понятно. Итак, теперь остается самая сложная часть. Теперь нам нужно сделать так, чтобы, когда мы нажмем на «Избранное», все эти элементы из всех массивов, которые мы отметили, поодиночке оттуда выбирались, добавлялись в один массив, и этот один массив — это и будет наши избранные, и показывались. Но уже на следующих уроках мы сделаем так, чтобы после из этого массива можно было удалять и из памяти они убирались. То есть если мы не хотим больше, чтобы это было в «Избранных», мы жмем опять на звездочку, только не здесь. Можно здесь нажать, но можно сразу и с «Избранных» будет нажать. Жмем на «Избранные» и это удаляется. Все, хорошо. Каким образом мы это сделаем? Для того, чтобы это сделать, нам нужно следующее. Нам нужно создавать массив из каждого элемента, который мы будем брать из каждой категории. Поэтому нам нужно взять все категории, нам нужно взять название этих категорий, и все это с помощью цикла пройти и проверить по нашим файлам. У нас для каждой категории… Опять я говорю файл, но какие файлы? По каждому стрингу, который есть для каждой категории. У нас есть, например, «Planets». Таким образом они будут сохранены в памяти. Далее после у нас есть, к примеру, «Stars», ну и многие другие. И у каждой категории есть свой стринг, правильно, в котором записаны «Избранные». Так вот, нам все их по очереди нужно пройтись, и там, где стоят единички, эти элементы взять и записать в отдельный массив. И массив из этих элементов, которые отмечены единичкой, это позиции, правильно? У нас идет 0, 1, 2. Это, например, вот в «Stars». То есть это у нас вторая позиция отмечена, третья, четвертая и пятая. То есть второй и пятый элемент нам нужно взять и поместить его в отдельный массив с избранными. И после все это мы покажем уже в адаптере. Обновим адаптер, только уже там будут избранные. Поэтому давайте создадим отдельную функцию, которая этим и будет заниматься. «PrivateAvoidUpdateFile». Во-первых, нам нужно будет создать лист типа «ListItem». Хорошо, здесь будут храняться итемы «ListFile», которые мы и будем помещать в наш адаптер, как избранное. Здесь мы будем хранить все избранные, которые достанем с помощью цикла. И инициализируем. «NewArrayList». Все, готово. Инициализировали. Пока мы его подготовили. Дальше нам нужно будет еще создать список, который будет в себе хранить все массивы. Видите, у нас есть массивы. GetResource, GetStringArray, Planets. То есть отсюда мы и будем брать наши элементы. А именно вот этот текст, который мы и будем показывать в избранном. Поэтому нам нужно создать список, который будет в себе содержать массивы. Список из массивов. Давайте скопируем вот это и назовем «ListData», к примеру. И все. И сюда добавляем таким образом. «ListData», «Add». И добавляем, к примеру, вот этот «GetResources». Пока что у нас покажет ошибку. Почему? Потому что здесь я скопировал, видите, склонировал. И здесь у нас тип данных «ListItem». А здесь должен быть тип данных «String» и «Massive». Потому что у нас то, что мы будем там хранить, это массивы. О, вот это вот, простите. Видите? Это массивы. Поэтому тип данных, которые мы будем хранить в этом списке, это массивы. И добавляем все массивы, которые у нас есть. Но у меня пока что два, поэтому я добавлю два. Это у меня «Planets» и «Stars». Все, у меня есть все массивы, которые я добавил в список, вот в этот «ListData». Теперь отсюда, с помощью цикла, нам нужно перебирать. И уже оттуда мы будем доставать все элементы, которые отмечены. Но это уже мы доделаем на следующем видео. Давайте здесь доделаем последнюю вещь. Нам еще понадобится «String». Здесь будет название категории «CutArray» равно. И здесь добавим, опять же, «Planets». Нужно писать в точности, как мы сохраняем. То есть, наши категории. Видите? Передаем категорию «Planets». Так, где у нас? Вот здесь, видите, «Planets» и «Stars». Для чего нам это нужно, «Stars», я вам объясню на следующем уроке. Это для того, чтобы, когда мы перебирали цикл, мы будем брать и узнавать, в какой категории мы находимся, чтобы брать из памяти вот этот самый «String», который в себе содержит данные, которые элементы у нас отмечены как избранные. Поэтому у нас же для каждой категории свой элемент. Поэтому мы будем брать из этого массива с помощью цикла. Сначала «Planets», после «Stars». Перебирать все по очереди. И смотреть те, которые отмечены, добавлять их в наш лист фау. А после этот лист фау мы будем показывать в адаптере. Все. В принципе, логика не очень сложная. Ну, здесь немножко нужно поднапрячься. Так, но это уже сделаем на следующем уроке, потому что время уже и так много прошло. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Ставьте лайки и увидимся на следующем видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!